Добрый день, друзья! 27 декабря, день рождения Сергея Бодрова. Абсолютно культовой фигурой, речь не только о нашем кинематографе. Тот факт, что до сих пор вокруг его имени возникают новые мифы и вбросы, говорит о том, что он отпечатал вообще всех русскоязычных, есть русский мир. Недавно на днях выкладывал я очередной вброс Марии Петровны Максаковой, которая звучала, явно написанный для нее кем-то текст, про то, что Бодров был устранен. То есть он не погиб при этом сходе, а был устранен как потенциально политический конкурент, сами понимаете, кого. То, что такие вещи продолжают циркулировать в логосфере, говорит о том, что фигура эта интересует всех. Сергей Бодров жив. Всегда задаю своим собеседникам вопрос об этом феномене. И сейчас оставлю небольшую подборку ответов. Это из вот этого короткого списка артистов, на который хочется по-настоящему равняться. Вот наряду с Бодровым, я думаю, стоит и Менщиков для меня. Кстати, они прекрасно вместе работали, то есть у них тандем-то был. К сожалению, я не знал Сергея, но я просмотрел много его интервью, конечно, просмотрел фильмы, интервью про него, и слышал много историй от людей, которые его знали и так далее, и так далее, потому что чем-то этот человек близок мне. И иногда я как-то питаюсь какой-то энергией и от его фильмов, и от его каких-то высказываний мне действительно очень близко. Сань, что делать-то? Ори громче. Ну, давай. А-а-а-а! Все, 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 понял. Сдаюсь убить его. Слышите. А как отношение вообще к этому, вот, ну, называется феноменом, что вот Бодров человек, который играл в общем, ну, скажем так, не в стегнеев помянутый, прямо скажем, вот он играл себя, а вот он стал культовым абсолютно актером и персонажем. Абсолютно точно. Есть объяснение какое-то? Очень много всего сослось. И плюс великое обаяние, харизматическое. Попадание, конечно, тысячепроцентное. Я когда-то знавал еще одного человека, слава богу, он жив до сих пор. Я думал, что он будет примерно таким же в свои годы. Киношный. Это Збруев. Почему-то это не случилось. Судьба. Не могу объяснить. Хотя, по тому, как он выглядел на экране, и так, как его мгновенно полюбил зритель, я думал, что это... Я через много лет потом это вспомнил, свое ощущение. Вот как раз, когда Бодрова увидел младшего, какой-то поразительный эффект. Я не думаю даже, что, во-первых, можно, а во-вторых, что это нужно объяснять. Просто так случилось в нашей жизни. Повезло нам, конечно, невероятно. Невероятно. Вот уж на самом деле. Просто поразительный эффект. Ты прав, два фильма ведь, собственно говоря. Брат один, брат два. Причем, еще более удивительно. Как известно, нельзя пойти два раза в одну реку. И это редчайший случай, когда повтор едва ли не лучше, чем оригинал. Ну, и во всяком случае, не хуже. Но изумлению подобно. Брат один и брат два по восприятию. Это очень редкий случай. Просто очень. Если это, правда, не сериал. Но два отдельных фильма просто поразительные. Просто... Это была спецоперация. Ну, а то есть, вы гангстеры? Ну, вы орашлись. Нет, мы русские. Русские на войне своих не бросают. Че это? Че, на какой войне? Поговори с туполем. Слышь, земляк, а где здесь русский живет? Устальвенный земляк. Бендерович! Чего? Сдал, Горбачев, твою родину, американцы. Чтоб тусоваться к России. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Русских людей в Прибалтике сдала. Сербов на Балканах сдала. Родина. Сегодня родина там, где задница в тепле. И ты лучше меня это знаешь. Кто киевская прахва и наехала? Они связались со своими чекарскими прахвами там, в Чекарске, наехали. Лыка простая у них. Мы тебя вырастили, выучили, папу тебе давали. Теперь давай их не платим. Радуйся себе. Просто там такую музыку не слышат. Она не настоящая. Где там? На войне. На какой войне, дружок? Здесь мир, здесь другие законы. И я эту музыку пою. Что ж такое? Были же люди, как люди. И вдруг все сразу стали кредитами. Вы мне, гады, еще же в Севастополь ответите. Не стреляйте. Ты не понял, это карантин. Болеете? Молодой человек, мы узкие, не обманывай, грубо. Молодой человек, мы узкие, не обманывай. Русский украинскую мафию пострелял. Пришел вечером до ресторана. Пришел вечером в ресторан «Львовь» и всех убил. Мы в принципе украли все у Балабанова. Брать, из брата. Ну, операторы, естественно, у нас похуже. Денег поменьше. Артист Алексей Панин несколько уступает Сергею Бодрову. Некоторые сцены просто украдены один в один. Просто вот проход по коридору украден у Балабанова. И когда эти люди попадают на эту сцену, где он идет по буту. И стреляют, а они говорят, о, брат, начался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Большие города 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 Большие города